Музыка И всем привет друзья И сегодня вот я в качестве эксперимента Записываю свой первый ролик с PS4 Надеюсь это теперь будет чаще Благодаря возможности просматривать экран с ПК И первая игра о которой я хотел бы поделиться своими мыслями Это Battleborn Очень она мне понравилась Тут у нас что есть? Есть сюжет Можно пройти там Две карты доступны Есть Ну давай сейчас поставлюсь В очередь Две ПВП карты Вторжение и переплавка Значит что у нас еще? У нас есть довольно много персонажей Они здесь открываются По мере повышения вашего уровня аккаунта Так сказать Все персонажи Со своими уникальными атаками Уникальными ветвями развития Помимо этого Вот сейчас Кто у меня Вот Оскар Майк Самый развитый У них открываются еще Дополнительные возможности На ветвях Вот Днешность можно кастомизировать Пожалуйста Вот пути Довольно интересная штука Здесь По мере открытия Можно читать Дополнительные Вот такие Допустим Вот у меня у Мика Открыты Два пути И вот здесь Вот можно почитать Дополнительные истории Все уже на русском языке И вот Сейчас начнется У нас собственно игра Весь текст на русском Озвучка вот пока идет на английском Вот Может быть сделают и на русском Раз в бете не было Так что скорее всего не будет Да она тут в принципе и не нужна Главное что текст есть Текст нормальный в принципе У каких-то там Серьезных заползаний Невлезаний и так далее Нет Ну давайте вот Как раз таки возьмем Мика Один из моих самых хороших персонажей Вот видите Здесь вот можно Выбирать костюмы Выбирать стойки И там вот еще Можно было выбрать снаряжение Снаряжение соответственно Оно падает из наборов Наборы идут Либо За прокачку персонажей Либо за прокачку Аккаунта Либо тупо покупаются На рынке Вот В наборах соответственно Идет снаряжение Разного качества От белого до фиолетового И это снаряжение Оно Повышает Свои характеристики Где-то броню увеличивает Где-то криты увеличивает Вот у меня в наборе Повышение атаки Повышение критов И значит Броня Там Насколько я знаю Вроде бы нету У оружия Ограничения То есть у снаряжения Ограничения по расам Тут еще Есть разные фракции И вот Есть наборы Под разные фракции И в этих наборах Там может попасться Какой-то костюм Или какая-то Стойка Именно под Персонажей Этой определенной фракции Вот Ну соответственно Есть еще Много различных Титулов И так далее Вот собственно Начинается у нас игра Значит Тут у нас Можно выбрать Путь Я Глубокое тихание выбираю Управление Нормальное Гранату Вот То есть Все завязано На правый Левом Триггере И Верхний Барк Правый Барк Этот Верхний Левый Верхний Барк И все И потом По треугольнику Будет Открываться Ульта Единственный Главный Минус Игры Заключается В том Что Сила Мобов Она со временем Не растет И если Команды Плохие Вот Или наоборот Очень хорошие То Возникает Такой паритет Вот И Бои Очень бывает Затягиваются Вот Это вот Вот С товарищами Со всеми Кто играл Спрашивал Все на это Жалуются Так Давайте Вот Сейчас Спонтану Забьем Режим Вот Этот Очень Интересный Здесь Нужно Доводить Своих Мобов Чтобы Они Жертвовали Собой Вот Богу Машин И Соответственно Вражеским Надо Всячески Препятствовать Чтобы они Не пожертвовали Вот Свой Алтарик Вот Видите Вражеский Практически Дошел Но Я его Нет И вот Смотрите У противника Уже 38 Очков Набралось И у нас Пока 6 А Счет Идет До 500 Очков Вот Кто Первый Набрал Того И там Помимо Этого Здесь Еще Накапливаются Денежки Денежки Значит Тратится На покупку Вот этих Значит Орудий И снаряжения И на Улучшение И покупку Тюрелей Также Здесь Еще Можно Вот Сейчас Найду Где он Находится Покупать Вот Вот Херялка Допустим Раз И 200 У меня Снизилось Вот Здесь Еще Можем Больших Мобов Покупать Жирненьких За которых Будет Много Очков Даваться Так Райлд Пошел Так Подхиляем Товарища То есть Вот На Правый Курок У меня Бросок Щурикенов Ну Не как Метательных Ножей А на Левый У меня Вот Подхил Пожалуйста Классический Такой Подхил И Соответственно Под Этого И Вот Смотрите Вот Сейчас Собственно Вот Так Процесс Прожертвования Происходит Да Жертвуют Собой Богу Машин Есть Забил То есть Казалось бы Персонаж Хиллер Но Тем не менее Нисколько Не беспомощный То есть Навалять В принципе Могу Вот Нету Такого Что Хиллер Прям Овечка Который Изничтожают Все Нет Нет Везде Это не так Вот Сейчас Поставим Тюлейку Тюлейку Ну Главный Наверное Единственный Минус Этой Игры Это Конечно Цена Потому что Даже Компьютерная Версия Стоит 2000 Рублей А Версия Для Плейстейшн 4 На которую Я сейчас Начал Сбор Она Стоит 4200 Рублей Это Притом Обычная Версия А есть Еще Делюкс Здание Он Вообще По-моему Пять с половиной Что ли То есть Она Конечно Очень Кусается Честно Говоря Не представляю Почему Они Сделали Не сделали Вернее По системе Бай Туплей Или Фри Туплей Можно Было Скажем Вот Как Тем же Парагоном Сделать Скажем Рублей За 500 За 700 А Остальных Там Либо Персонажей Либо Токупать Либо Слоты Под Них Вот Как Так Уж Больно Кусаче Выходит Ну С другой Стороны На все Игры На Плейстейшн Такие Цены Поэтому Что Жаловаться Так что Может быть Однажды Когда Нибудь И Возьму Ну Либо Вот Срители Помогут Накопить Сами Не Накоплю Это Точно Так Так Давайте Хиляющий луч Возьмем Ну А пока Суть До Дела Мы Проигрываем 10 12 Уже У соперника Команда Лучше Подобралась Как видите А здесь Еще на этой Карте Что интересно Есть Несколько Так сказать Точек Сбора И Они Периодически Меняются То есть Есть Ближняя Есть Дальняя И Соответственно На дальнюю Там Вести Уже Гораздо Сложнее Возьмем Возьмем 50% Возьмем Миньон Альтер Выбирать Так сказать На общее Благо Либо На свое Ой Ой Что там происходит Там Монтана У нас Пришел Очень Жирный Товарищ Да Не Смог И Смог Против Монтаны Да Ну Команда Серьезная Попалась Соперника Так Ну Зато Быстрее У нас Бой Закончится А Вторая Карта Она Примерно Такая Ж Но Там Ситуация Такая На карте Стоят Два Огромных Железных Паука Охранника И Собственно Наша Задача Этих Пауков Обоих Вынести Либо Нанести Им Урон К концу Времени Больше Чем Нанес Соперник Там Еще Есть Интересная Особенность Есть Три Лагеря С Наемниками То есть Как Heroes Of The Storm И Соответственно Нужно Этих Наемников Победить Тогда Они Переходят На твою Сторону И Они Довольно Неплохо Этого Товарища Раздамаживают Вот Давайте Куплю Щелялку Вот Ну И Эту Карту Я показывать Не буду Нет Смысла Вот Если Когда Нибудь Игру Я тут Приобрету То Думаю Выпустить Серию Роликов Рассказать По возможности Про всех Персонажей Показать Все режимы Все карты Сделать Прохождение Сюжета Сюжет Здесь Довольно Забавен То есть Берутся Как я понимаю Такие вот Отдельные Карты Хотя Возможно Они в игре Тоже Будут Но Тут По крайней мере В бете Они В обычных Режимах Не были Доступны Берется Любой Вот Персонаж Из Доступных И Там Можно Либо В одиночку И бежать В принципе Сложно Но Можно Вот Я Вот В одиночку Прошел Карту Под названием Алгоритм И Помимо Того Что Вы получаете Деньги И опыт За прохождение Вот этих Одиночных Сюжетных Карт Вы Также И Будете Открывать Персонажи Которые На эту карту Были завязаны Вот Например За прохождение Алгоритма Дается Герой Айзек Вот Так что Тоже Плюс От прохождения Этого Дела Есть А Что еще Можно рассказать Ну В принципе Больше пока Рассказывать В игре Нечего Режимов Только Двое Вот Тот Третий Который Есть Он Не был Доступен Вот Айзек Вот Как раз Таки Айзек Который Только Что Убил Он Был Доступен Стал Доступен После Прохождения Алгоритма Оскар Майк Не убил И Соответственно У каждого Баттлборна В игре Есть Два Варианта Открытия Либо За Прохождение Определенного Участка Либо За Прохождение За Выигрыш Некоторого Количества Битв Либо Второй Самый Пластой Вариант Это За Набор Уровня Аккаунта Чем Выше Уровень Аккаунта Тем Больше У вас Персонаж Будет Доступно Вообще Конечно Очень Порадовало Количество Разнообразие Персонажей Насколько Я помню Их 25 Штук Я Увидел Людей С Песятыми Левелами Аккаунта Поэтому У них там уже Все Они были Открыты Надо Очень Долго Сидеть Чтобы Открыть Но Тем Не Менее Так И давайте Вот я ульту Заю Она Сейчас Очень Пригодится Это Стационарный Гриб Который Подлечивает Споры Выкинем Есть Заю Так Давайте Поделимся Так Ну Противник Сейчас Практически Уже Выиграл Вот Как раз Таки Вы Можете Посмотреть Как Выглядит Игра Так Сказать Уже На Высоком Уровне То есть Тут И противник Уже Больнее Бьет И вы Больнее Бьете Персонажей Как я Говорил Уже Огромное Количество Можно Найти На Свой Вкус Мне Вот Пока Что Понравились Мика Понравились Оскар Майк Он Довольно Ну Потому Что Он Самый Простой И Вот Вот Этот Вот Товарищ Биски Фокстрот Единственное Что У него Не понравилось То Что Он Убьет Ух ты У меня Тут Вражеский Оскар Майк Отстреливает Так Вовремя Грибок Поставил Ну Не Поможет Он Мне Или Нет Ну А Помол Да А Есть Еще Вот Ой Давай 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 Двоих Я Не Выставил Ну Помол Это Наш Успел Майк Во И мы Друга Все Так Успел Так Ну Билд Тут Действительно Можно настроить Под себя Я пока Особенно В билдах Не выбирался Но я так думаю После того Как игра Уже Полностью Выйдет Вот Кстати Можно Убить Наконец-то Вот Критический Урон Вот Гигантский Миньон Забыл Я Где Точка Его Респа И вот Он Вот Он Пошел За Гигантское Миньон Там Довольно Много Очков Выдается Поэтому Если Его Довести До Точки То Так Это у нас Хилялка Давайте Поставим Что ли Так А Вот Он Да 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 Вот То есть Он 600 Вот Стоит То есть Вот С этой Стороны Смотрите Вот Он Пошел И Соответственно У него Идет Откат То есть Нельзя Вот Так Вот Допустим Чтобы Все Собрались И Давай Там Их Спаунить Бесконечно Там Откат Все Так Есть Вот Попробуем Майзика Забить Довольно Жильники Так Постоим Критки Вот Он Щиты Критки Грибок Он Мой Забил Так Так Амбра Там Что-то Поставила Свою Штуковину Вот Не понимаю Где Мои Товарищи По Команде Да Застанило Меня Да Против Двоих Все Так Хилеру Выставить Очень сложно Но Как видите Если бы Айзик Был в одиночку Я бы Его Забил Вот Хилеры Здесь Не беспомощная Вещь Вполне Можно играть А вообще У Мика Довольно Интересная История Я вот Почитал Она Типа Считается Грибом То есть Там Как я понял Планета Гриб И вот Мика Это одна Из Отпочковавшихся Так сказать Спор Этой планеты Причем Какого-то Определенного Пола У Мика Нет А она Вроде как Говорит женским голосом Но О себе Говорит Во множественном числе То есть Мы там Возродились И мы убили И так далее Очень Замас Ой Ой Вы посмотрите Сейчас Ах Так Ааа Да Не получилось Это вот Как раз таки Вранский Гигантский Миньон Идет Так Ну вот Ах Да Ну я как Смог Задержать Да Вот наш Рад Его все таки Забил Молодец Рад Довольно тоже Интересный персонаж Поиграл я им Он Ближник Но В принципе Тут у всех Ближников Вот Геми которыми Я бегал Их тоже довольно много Есть Атаки На небольшую На среднюю Дистанцию То есть В принципе Ближникам Здесь тоже Можем В целом Издалека Бить Вот Рад Он такой Типа Самурай Довольно Забавный Вот Точно У него Бегает С двумя Мечами Точно У него Там тоже Есть Вот Такая Дальняя Атака Типа Энергии Быстро Изничтожили Но Вот Вы посмотрите Не совсем Мы В сухую Играем То есть 256 Очков Мы все Таки Отыграли Но Это конечно Очень мало Сейчас Вот Будет Ну вот Как видите Вот Партия Вот уже Длится Практически 20 минут То есть С длительностью Времени Есть Проблема У игры Надо Как-то Повышать Мне кажется Силу Мобов Либо Чтобы За Мобов Давали Больше Количества Очков С течением Времени Уже Сейчас Уж Очень Долго Оно Все Идет Вот Главное Вот Сейчас На данный Момент Претензия К игре У игроков Что Причем Вот в этом Режиме Тут Хотя бы У меня Не было Ни разу Такого Чтобы Бой Заканчивался По времени Именно Чтоб Все полчаса А вот В другом Режиме Который С уничтожением Гигантских Пауков Там вот У меня Ни раз И ни два Было так Что В лучшем Случа Одна из Команд Убьет Первого Паука Вот А вторая Там Пару процентов Снимет И все Дожидаются Когда закончится Время Чтобы Подсчиталось Очки Очень Неудобно Надо Мне кажется Как-то Сокращать Время Где-то До 15-20 Минут Но не Больше Сейчас Очень Долго Очень Долго Но В принципе Можно Сдаться Можно Сейчас Покажу Попробую 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 Покажу Как это делается Вот Ну и Соответственно Нужно Чтобы Большее Количество Игроков Подтвердило Ну я Вот Сколько Играл Ни разу Мы не сдавались Ну и все Поражение Пошло Вот Так Вот Выглядит Игровой Процесс Немного Сумбурно Немного Непонятно Но Когда Освоишь Механику Тут все Зависит От команды Как видите У нас Откровенно Плохая Команда Получилась Пытался Сделать Все Что Мог Сражался Как Лев Этого Мало Все Нужно Командное Взаимодействие Вот Я Стоял На той Точке Практически Никто Не Помогал С дисконнектами Я так до конца Не понял Что здесь происходит Заменяется Игрок Ботом Поэтому Тут ничего Не Ну вот Так Проходит Прочет Вот У меня Шестой Уровень Пришел И вот Открылся Набор Давайте Покажу Как Открывается Набор То есть Вот Здесь Можно Посмотреть Это Вот Снаряжение То есть Здесь Можно В принципе Четыре Комплекта Еще Пятый Можно Прикупить И В эти Комплекты И под Каждого Персонажа В принципе Можно Делать Я пока С этим Не Заморачивался Поэтому Вот Наборы И Как В Хардстоун И Впрочем Вот Вот Открывается И Пожалуйста О Вот Смотрите Можно Переложить В Инвентарь А Это Вот Можно Раз И Сразу же И Продать Вот Все А Ну В Карьере Здесь Можно Посмотреть Прохождение Именно Всех Эпизодов То есть Вот Разные Уровни Сложности Есть Испытания Ну Ачивки Вот Пожалуйста Их тоже Огромное Количество Звания Ну Это Титулы Стандартные То есть Титулов Тоже Дикое Количество Пока Все Откроешь Ты умрешь Ну И Вот Собственно Покупка Наборов То есть Соответственно Самое Вкусное Эпический На тридцатом Левеле Открывается У меня Пока Такого Нет Ну Я Как Понимаю Там Потом Можно В шоке Покупать Ну Вот Собственно И Все Друзья Буду На этом Закурляться Такой Длинный У меня Получился Обзор Надеюсь Было Интересно И Еще раз Напоминаю Что Есть Канал На Ютюбе Пожалуйста Вступайте Смотрите Есть Группа Вконтакте Вступайте Смотрите Трансляции На Твиче И Если Есть Желание Есть Возможность Помочь Мне То Пожалуйста Заходите На Твич Там У меня Все Ссылочки Есть На Кошельки И на Пейпал И на Киви Вот Есть Донейшн Алерт Если Есть Желание Можете Мне Помочь Очень Хочется Конечно Поиграть В эту Игру Но Возможности Нет Финансовые Так что Вот так Вот Друзья Всем Спасибо Всем Пока